Частичному разрушению этого моста Путин придает очень большое значение, колоссальное значение. Может быть, самая важная потеря, с его точки зрения, за всю нынешнюю войну – это удар по этому мосту. Он этот мост воспринимает буквально как символ своей мускулинности, как свое мужское достоинство. И когда ему с разбегу ногой ударили по этому достоинству, ему стало очень больно, и он хочет отомстить. Как он будет мстить? Два момента в его выступлении. Я хочу обратить внимание. Первое. Он сказал, что за организацией теракта стоят руководства Украины и украинских спецслужб. То есть, это, по-моему, достаточно толстый намек на то, что Путин планирует наносить удары по руководству Украины и украинских спецслужб. И второй момент. Путин сказал, что это была попытка разрушить критически важный объект гражданской инфраструктуры. Соответственно, мы, боюсь, должны ждать ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Плюс сейчас, к моему удивлению, в России, сразу, точнее не сейчас, сразу после этого выступления Путина, в России очень многие стали говорить, что ну вот теперь-то уж точно будет ядерный удар. Вот те самые зетники, да, не ватники, и зетники, и ватники, они все в один голос говорят, ну наконец-то, наконец-то, наконец-то Путин решился на нанесение ядерного удара. Поэтому, я боюсь, этого нельзя исключать. Вы всерьез говорите о том, что Путин может нанести ядерный удар по Украине? Да, ну вы совершенно верно сказали, что у него никакие другие средства не работают. У него остался последний этот козырь в рукаве. Последний. Другого нет ничего. Ни мобилизация, ни армия, ни авиация, ничего не помогает. Только это. Итак, нанесение тактического ядерного удара по Украине. Правильно? Я думаю, к сожалению, это вполне вероятно. И я на что еще хочу обратить ваше внимание. Помимо этого, могут быть еще перед ядерным ударом. Одна ступенька есть, я собрал, есть. Это нанесение ударов по критически важной гражданской инфраструктуре, обычными, там, крылатыми ракетами или чем-то. И тут я хочу обратить ваше внимание на недавнее заявление белорусских власти, но о том, что они объявили, что Украина планировала нападение. Что это означает? Это означает, что они сами планируют нападение. Либо, что с их территории могут быть нанесены какие-то удары в ближайшее время. Я подозреваю, что да, могут с территории Беларуси, сейчас россияне, как в самом начале этой войны, устроить массовую атаку, запустить массовые ракеты или авиацию, с авиации подбрасывать бомбы на какие-то объекты критической инфраструктуры в Киеве и вокруг Киева. Потому что просто так ни с чего с Бухты-Барарфта белорусы не стали бы предъявлять эту ноту украинскому послу в Минске. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...